Привет, друзья, я капитан Дэн, и сегодня я хочу поговорить о проблеме с КНХ смарт-хом-девайсом и как я могу решить эту задачу. Они там уже несколько раз приезжали с разными специалистами из своей компании разной степени квалификации и не смогли разобраться, поэтому он позвонил мне. Как выяснилось, у людей оказалось устройство «Умный дом» в электрощите, много релюшек красивых, умных, все это в стандарте КНХ, известном, крутом, любимом мной и многими. И самая главная проблема была в том, что отвалилась половина дома, то есть половина дома просто перестала управляться, то есть перестали выключатели сенсорные работать, ну и, соответственно, релюшки не щелкали. Начали выяснять проблему, с КНХ не все так просто, когда его уже собрали, скажем так, и настраивают сценарий, там прошивается определенная программа в каждое устройство, но, скорее так, каждому устройству присваивается отдельный адрес типа IP-адреса в сети, и эти IP-адреса связываются друг с другом, чтобы они, там, адрес вот этой кнопочки передает телеграмму адреса вот этой релюшки, и когда ты нажимаешь кнопочку, они там по определенному сценарию снюхиваются и дают команду включить-выключить свет, отрегулировать температуру и так далее. Поэтому, как бы, ну, там есть некоторые программы, прошиты адреса в каждое устройство. И проблема заключается в том, что в отличие, там, например, от аналогичного в некотором роде HDL, и, может быть, каких-то других брендов, у КНХ невозможно сторонней программы, да и своей программой ETS, невозможно скачать программу с устройств. То есть, адреса прописаны в программе. Устройства на них могут быть наклейки, и они, кстати, там были, но они были только с адресами самих устройств. Там есть, как бы, такой адрес устройства и адрес каждой кнопки. Это, как бы, саб-адрес. Групповые адресы, физические адреса, да, ну, для вас это просто саб-адрес, да. Вот саб-адресов не было, то есть, каждой кнопки там неизвестны какие адреса. И если вдруг по какой-то причине рухнула программа, ну, это маловероятно, она рухает, там, может рухнуть с отдельным устройством вместе, и не будет работать только это устройство, все остальное работает. Ну, предположим, у вас умерла большая рлюха на 24 контакта. И не зная адресов этих контактов и связей с другими устройствами, то есть, просто так поменять рлюху, рлюху ничего не получится, как заменить автомат. Он не будет работать, эта рлюха, то есть, пока ты не возобновишь связи. А не зная адресов, ну, как ты на бум будешь, там, почтовый адреса скажешь, ну, вот где-то там в районе Бруклин, да, находится этот дом, а Бруклин он большой, размером чуть ли с полмосквы. Вот, поэтому, как бы, то есть, и такая задача веселая, это фактически все равно все программировать. Ну, вот, поэтому для пользователей коннекса устройств напоминаю, что у вас должна быть флешечка с программой, ну, может быть, еще где-то компьютер или сервер, где хранится программа уже с прописанными адресами, чтобы в случае пропадания вашего программиста, кто вам это все настраивал, а такое случается нередко, выехал за границу, умер, там, не знаю, все, что угодно, значит, вы останетесь без, скажем так, бэкапа, то есть, что-то случится с вашим умным домом, не дай бог, серьезное, и это невозможно будет сделать. Значит, здесь было подозрение такое, что отвалилась часть умного дома, не работали китролюхи, и когда начали разбираться, то есть, я так это, там, туда поковырял, сюда поковырял, значит, я сначала не понял систему, тоже там интересная система, оказывается, существует, первый раз встретил, честно говоря, такую проблему, поэтому не сразу сообразил. Встречаются блоки питания, которые имеют два раздельных плеча, а вот в этом щите стоял блок Шнейдер-Мертон, у которого на 320 мА одно питание было, там, порядка 30-29 вольт, и второе плечо. Я что-то вначале как-то не сразу сомневался, так, кнопки не работают, релюха не работает, с релюхи скинул контакт, бах, что-то там, а, не помню, в общем, померял напряжение, вроде там на блоке питания огонек горит, где-то туда-сюда какие-то контакты поскидывал, бах, вроде как там напряжение появилось, то есть там не было на шине, на одной шине, там, опять же, тоже хитрая задача, в некоторые умные дома разделено питание по некоторым соображениям безопасности целостной системы, на, как бы, плечи тоже, да, так, по-простому, специальным, так называемым, лайн-каплером, и вот этот каплер, в общем, с одной половины его питания было нормальное, 29 вольт, тестером померили, а другой стороны было 16, пониженное, и там этот каплер, он мигал, там, что-то, и кал, там, не работало, это шина, там, данных на одной половине, вот, то есть полдома и не работало, вот, снимая по очереди нагрузки, так, бах, появилось напряжение 29 вольт, там, подкидываю нагрузки, раз, она вроде работала, потом, бах, опять пропала, ну, в общем, методом тыка, исключений, там, начали уже разбирать выключатели, думаю, может, там где-то замыкание, может, выключатель какой-то сдох, по очереди их отключаю, там, чуть ли не 10 выключателей разобрали в стенах, открутили, ну, в общем, не в этом оказалось дело, оказалось, что сдох блок питания, просто банальный импульсный блок питания, причем сдох как-то так, странно, то есть он просто перестал держать нагрузку, то есть у него правое плечо работает, я их меняю местами, у меня там, наоборот, одна часть дома оживает, вторая умирает, потому что, естественно, они там, плечи приняли местами, да, вот, то есть одну часть считаю, другую часть считаю, запитал, ну, вот, в общем, я всячески помикшировал, с одной половиной запитал, другую, вроде там все заработало, но, как бы, поскольку разработчик там сделал несколько блоков питания, значит, я не стал вникать, там, все это считать в уме, там, еще другие счеты с автоматикой были, значит, нагрузки, это, ну, может быть, для одного блока многовато, вот, и было принято решение поменять половину этого блока, то есть поскольку он наполовину рабочий, его оставили там, к счастливой случайности у меня оказался блок, китайский дешевый, там, меньше 10 тысяч, а родной стоит 40 с лишним, и, как правило, их нет наличия, их зачастую надо заказать полтора месяца ждать, ну, в общем, я сгонял к себе за блоком, это заняло несколько часов, потому что далеко было на Барыхе, в том районе где-то, и, в общем, поставил блок, все подсоединили, все заработало, там, хозяева счастливы, значит, поскольку это было через какую-то компанию, все сделано, там, содрали с них, там, пятерной какой-то прайс, то есть я заработал около 10 тысяч рублей, там, человек, который первый, там, всем занимался несколько дней, то ездил, он там, ну, чуть больше заработал, и общий прайс, я, насколько я слышал, для компании был порядка 50 тысяч, то есть там, и рублей 30, там, сработала компания, которая находит такие заказы, вот, вот такой интересный заказ. Но, на самом деле, несмотря на то, что кому-то покажутся эти цифры большими, то есть если бы там действительно что-то вылетело серьезное, ну, если выключатель, это еще полбеды, то есть, ну, не будет работать только этот выключатель, да, тем не менее, даже это уже проблема, то есть ты не знаешь его адресов, то есть, ну, как ты на бум запрогамируешь, чем он там будет управлять, да, как он будет управлять, из какого адреса, куда отправлять телеграмму, откуда, вот, а если, не дай бог, полетит Рылюха, умная, еще какая-то многоконтактная, да, то есть она вырубит 24, например, позиции света в доме, ну, как ты вычислишь 24 адреса, то есть, да, причем не просто вычислишься, все адресы надо вычислить, ты же не знаешь ни одного адреса, вот, то есть без вот этой флешки, без этой программы, это пипец, это все попадос на миллион, то есть Рылюха стоит минимум, там, 60 тысяч до 100 тысяч, они доходят мощные, дорогие, там, Мартыны, а уж все это запрограммировать по новой, это фактически заново все эти сценарии прописывать, весь дом сбрасывать, перешивать, ну, в общем, это та еще задачка, поэтому установленный дом, вы озаботитесь обязательно, чтобы вам по окончании работ программист выдал в конвертике, в запечатанном, это так делается, то есть программа опечатывается и дается гарантия какой-то срок на программу, если что-то, какие-то косяки, что-то неадекватно работает, в течение гарантии срока вас вызывают, вы требуете конвертик, вам приносят запечатанный конверт, вы видите, что никто программу не вскрывал, никто ей не пользовался, то есть не мог внести изменения, значит, что-то там не так оказалось, не так прошили, вы бесплатно это делаете, если конвертик скрыт, флешка где-то втыкалась, и кто-то еще ковырялся, там, что-то какие-то свои коды дописывал, программы, ну, значит, уже это не гарантийный случай, вы не уберете деньги за это, вот. Ну, вот такая вот ситуация, то есть малая кровь обошлась людям в 50 тысяч несколько дней, и там работы нескольких мастеров пока не нашелся, специалист КНХ в моем лице, и, ну, как бы это малая кровь в таком доме, то есть весь умный дом такого класса с таким количеством релюшек, я думаю, что это сейчас стоит порядка 2-3 миллионов, включая программирование, а обновление, ну, я думаю, даже одной релюхи, там, 60 тысяч не обойдешься, то есть, как я уже сказал, от 500 тысяч до миллиона полностью переписать всю программу. С вами был Капи, это анден, электрозмей, и маленькое такое акустическое, бла-бла-бла, тему ремонта умного дома. Где тут? Капи, это анден, электрозмей, и маленькое такое акустическое, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-б